На всех порах к единому дню голосования. Летнее время отпусков также период самой напряженной работы для территориальной избирательной комиссии Щелковского района. Грядущей осенью местным жителям предстоит сделать сразу три выбора, определив составы Государственной думы, областного парламента и Щелковского совета депутатов по 15-му избирательному округу. Сейчас продолжается этап выдвижения и регистрации кандидатов. На данный момент у нас имеются сведения о выдвижении по 10 кандидатов по выборам в Госдуму, в Мособлдуму и пока только один кандидат выдумывался по нашим местным выборам. По выборам депутатов Государственной думы уже двое кандидатов нами были зарегистрированы. Сведения об этом опубликованы в газете «Время». Это кандидаты от политической партии ЛДПР Жигарев Сергей Александрович и от КПРФ Еременцева Наталья Николаевна. Они уже стали полноценными кандидатами. Пока не все кандидаты, желающие принять участие в выборах 18 сентября, подали документы для регистрации в избирательную комиссию. В городе Щелково проходит регистрация кандидатов по одномодатному округу номер 127 по выборам в Госдуму и участников выборов в областной парламент по 17-му Пушкинскому округу. По выборам депутатов Московская областная дума нами уже зарегистрированы три кандидата. Это от Альянса «Зеленых» Мальков Валерий Николаевич, от партии КПРФ Мельников Василий Борисович и от партии «Справедливая Россия» Одинцов Геннадий Владимирович. То есть в настоящий момент тоже идет активная подача кандидатами документов на регистрацию. Ну и соответственно по мере поступления мы будем также эти решения доводить до сведений избирателей. После подачи документов они тщательно проверяются избирательной комиссией, в том числе на предмет достоверности предоставленных сведений. После окончания проверки претендент регистрируется в качестве действующего кандидата и получает официальное право участвовать в избирательной кампании. На данный момент подать документы на регистрацию можно и путем самовыдвижения. Период выдвижения кандидатов у нас в настоящий момент открыт пока еще по местным нашим выборам и по депутатам Московской областной думы. То есть, например, до 31 июля, то есть до конца этого месяца, любой желающий может подать документы к нам в комиссию для самовыдвижения на выборах депутатов Московской областной думы по нашему 17-му Пушкинскому одномандатному избирательному округу. Аналогичный период по местным выборам у нас до 3 августа. Также любой желающий может прийти к нам и подать документы о его выдвижении. Тираж в 16 тысяч открепительных удостоверений получила избирательная комиссия 21 июля. В скором времени это позволит жителям района голосовать и за пределами их малой родины. 21 июля окружная наша комиссия 127-го Щелковского одномандатного избирательного округа получила в избирательной комиссии Московской области тираж открепительных удостоверений для голосования. И начиная уже с 3 августа каждый гражданин, который является избирателем в данном избирательном округе, сможет прийти к нам в комиссию и при подаче соответствующего заявления, при наличии уважительных причин, почему он не сможет находиться в день голосования по месту своей постоянной регистрации, он вправе получить открепительное удостоверение и проголосовать в любой точке нашей страны. Также особые условия будут созданы и для заядлых дачников, не желающих покидать свои СНТ на время выборов. Граждане, проживающие на территории других субъектов РФ, но имеющие временную регистрацию в Щелковском районе сроком более трех месяцев, смогут подать заявление в комиссию и получить возможность 18 сентября проголосовать в Щелковском районе, но только по единому федеральному списку кандидатов. Редактор субтитров А.Семкин